Тема у нас, напоминаю, аппаратный маникюр. Итак, начинаем мы всегда с того, что отодвигаем кутикулу. У нас она, видите, тут такая прилипшая. Нам нужно обязательно ее пододвинуть небольшими шажочками. Очень актуальная тема, это хорошо. Кто уже делает аппаратный маникюр? Кто за аппаратный, а кто за комбит? Давайте. Борьба. Кому больше какая техника нравится? Тут у нас на этом пальчике кутикулы практически нет. Так, комби, комби, конечно. Аппаратный, почему не любите? Аппаратный, вот. Пошли любители аппаратного. Так, тут у нас склейка прям. Пока только комби, аппаратный не получается. Ничего, приходите к нам, научим. Сначала я начинаю работать пламенем, с таким остреньким носиком. Что значит комби? Это маникюр, который выполняется с помощью аппарата и ножничек, либо кусачек. А аппаратный, это когда выполнение маникюра идет только аппаратом, без режущих инструментов. Так. Аппарат плюс режущий. Это уже комбинированный, да. В зависимости от ручек. Иногда ручки такие влажные, что аппаратный просто невозможно сделать. Да, согласна, иногда проще сделать уже комбинированный, чем мучить клиента. Смотрите, чтобы вам все было видно. Если не видно, сразу кидайте тапками. Сначала я зачищаю птеригий, убираю с ноготка и немножечко приподнимаю нашу кутикулу. Здесь я работаю на форварде и с левой стороной. Все хорошо видно. Что за тема? Аппаратный маникюр. Фреза. Вот пламя. С острым носиком. На самом деле, пламенем я работаю любым и 21, и 23 диаметром. Если пламя поуже, то разве неудобней? А вы знаете, когда как. Мне и тем, и тем удобнее. Пузико тоже помогает в работе. Так, тут у нас сухие ручки. Это 23, да, это 23 диаметр. Кто производитель, если не ошибаюсь, то это казанские фрезы. Переключаю на реверс и теперь работаю с правой стороной. Насечка синяя? Нет. Основной работаю красной и на этом пламени тоже красная насечка. Сколько тысяч оборотов на зачищение птеригии и поднятие кутикулы где-то 12-18 тысяч оборотов. Ну, такие средние. Скорость, да, вот, 12-18. На сколько маникюров должно хватать фрез? Ну, вот с красной насечкой маникюров на 15 хватает. Потом она уже начинает полировать ноготь и, ну, плохо уже вычищает. С синей насечкой, конечно, дольше хватает. У нас с синей насечкой лучше в первые маникюры не работать, конечно, на очень нежной коже. Так. Чуть-чуть. Иногда не получается прочистить синусы, бывает что-то сухое, прилипшее, пилишь-пилишь, уже клиенту больно все никак, как быть в этом случае. Ну, тут влияет все и скорость, и положение фрезы, и как вы оттягиваете кожу для того, чтобы пробраться к синусу, и работаете ли вы там носиком, или вы больше туда загоняете. Там много на самом деле нюансов. Здравствуйте, здравствуйте новым подключившимся. Сейчас. так, можно чистить фрезы в ходе работы, пропиливая мягкий баф да, конечно, можно бывает такая кожа резиновая что забивает фрезу чистить можно для тех, кто не знает вот покажу просто мы протыкаем баф и у нас фреза вот снова с чистым носиком но сейчас кожа сухая, поэтому она сильно не забивает фрезу ну вообще, да, можно аппарат стронг, фреза алмазная сколько оборотов аппарат у меня сейчас маратон фреза, да, алмазная 12-18 тысяч оборотов ну вообще, ориентируйтесь по коже сколько оборотов если хочется чуть больше делать нажим при маникюре, то попробуйте увеличить немножечко нашу скорость я чищу вот, молодцы так, кто-то нас кидает запрос на участие в эфире пока мы это не будем делать так, и теперь вот не показала фреза почка, чечевичка ее по-разному называют тоже вот с таким острым носиком я начинаю приподнимать нашу кутикулу чтобы у нас приподнялась юбочка вот сейчас покажу вот видно у нас юбочка стоит прям перпендикулярно тема эфира аппаратный маникюр вот юбочка у нас стоит видите разницу на этих пальчиках чем будете делать срез аппаратом но для того, чтобы сделать срез мы должны поднять юбку если мы ее правильно не поднимем то срез у нас не получится и вы будете травмировать клиента вот еще одна юбочка у нас поднялась да за меня там уже пишут тему спасибо что отвечаете на вопросы фрезой какой для среза буду этой же самой фрезой делать срез сейчас все увидите на самом деле можно делать и весь маникюр полностью фрезой вот двадцатретье пламя ой пламенем я хотела сказать двадцатретье пламя может выполнять все эти функции вот на этом пальчике конечно у нас вот такученькая юбочка поднялась и все больше ничего нет так сейчас переключу на форвард вот тоже у меня такие средние обороты поворачиваю пальчик сначала зачищаю наши боковые валики при срезе сколько оборотов что при срезе сколько оборотов при срезе вот тоже у меня на серединке стоит пятнадцать семнадцать двенадцать уже здесь маловато будет и мы начинаем поддевать нашу юбочку сразу же шлифуем нашу кожу пачка двадцать три двадцать пять девочки точно не помню еле-еле касаюсь срезаю нашу юбочку модели не больно модели не больно девочки она не кричит слышите все хорошо потому что я еле-еле касаюсь кожи когда работаю по кутикуле я практически вообще без давления так переходим к следующему пальчику это да красный но средств иногда удобнее делать и с синей насечкой у нас а можно еще попросить полировщик принести тоже покажу у нас а можно еще попросить это фреза удобнее чем шар или бочонок мне нравится эта фреза тем что у нее еще есть носик и мы если что-то еще поддеть снизу намного удобнее чем шариком спасибо большое так фреза удобнее так покрытие будет ну если вы хотите то я покажу еще и покрытие поэтому голосуйте если нужно я вам покажу еще один цвет даже тогда из новой коллекции весенней этой щеточкой не больно сметать пыль модель не больно когда я слетаю нет девочки не больно но пыль зато очень хорошо убирается хотим 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 отлично ну все покрытию быть значит модель у нас не уйдет с голыми ногтями будем покрывать модель счастлива девочки спасибо вам так ну тут у нас юбочки практически и не было почистим но вот здесь видите у нас какая кожица под ноготком переверните ручку вот так и вот мы сейчас тоже это зачистим вот вы чистите эти места своим клиентам или вот вы бы отпустили так напишите тоже мне просто я знаю что многие ленятся и под ногой даже вот не заглядывают все что дальше ногтя нас не касается назовите фрезы первая фреза была пламя 23 миллиметра диаметр но кому-то удобнее 21 больше работать с красной насечкой с красной насечкой было пламя теперь вот эта фреза чечевичка она у меня тоже с красной насечкой диаметр 23-25 миллиметров всегда чищу чищу я бы почистила пока только себе тоже чищу обязательно надо брать все с пальчиков какие вы молодцы я рада что у нас тут сидят толковые мастера я думаю клиенты уходят от вас очень-очень довольны после такого всё всё почистили чтобы у нас ничего не цеплялось так надо брать с пальчиков и сейчас я возьму ещё такой силиконовый полировщик чтобы довести нашу кожу прямо вот так до идеального блеска эта фреза не обязательно но с ней маникюр тоже выглядит намного чище плюс на фотках смотрится лучше чем заливать маслом как раньше на каких оборотах работаете с фрезой и с вот этой чечевичкой от 12 до 18 тысяч оборотов были а вот этой силиконовой 5-7 тысяч оборотов иначе клиенту уже будет горячо вот видите как начинает кожа блестеть плюс маленькие какие-то шелушащиеся кусочки они тоже отлетают вот тут видно блеск кожи ссори дочь присоединилась я не смеюсь почему вы не смеетесь тоже смеетесь мы не против так у меня и не убирается что они убираются шелушки вот эти не убираются тогда может еще пламенем проходиться по коже может там сильные шелушки люблю полировать после маникюр долго смотрится никаких заусенок до носится наверное хотели написать долго да согласна у вас есть такая силиконовая фреза в продаже девочки я уточню но вроде не было силиконовых но все будет вы пишите свои пожелания мы все будем учитывать обязательно все что вам нужно у нас будет вот вообще прям отполированный блестящий ноготок так на самих пальцев шелушки сильный тогда скорее всего но силиконовый полировщик тут уже не поможет тут нужно дорабатывать фрезой или вот этой вот чечевичкой все время забываю вот девочки наши пальчики для сравнения да вот этот мизинчик у нас остался и вот эти ручки пальчики ну что тогда приступаем к покрытию сначала обезжирим ногтевую пластину нашим клинсером даем чуть-чуть высохнуть теперь наносим nail prep дегидратор что вам нравится результат наш после маникюра так после дегидратора наношу без кислотный праймер полусухой кисточкой обязательно не наносите его толсто красота нравится сохраним эфир конечно конечно сохраним он будет доступен еще 24 часа замечательный результат отлично девочки и по многочисленным вашим просьбам по просьбам модели мы сейчас покроем ноготки я возьму базу экстра мне очень нравится с ней работать она быстро выравнивается создает наш идеальный блик использую просто праймер бескислотный от neo да можно и просто праймер как удачно я попала к вам заходите к нам у нас каждый будний день мы проводим очень полезные эфиры вчера уголь нас очень классный был эфир завтра роман у нас выходит с какой-то очень классной темой так что тут каждый день можно удачно зайти так набираю капельку и помогаю себе кисточкой кисточка вот 50 тоненькая узенькая длинненькая мизинчик почему остался просто сравнение чтобы на этих пальчиках вам лучше показать все пальчики делать это долго для эфира поэтому вот выбрали 3 но вы не переживайте я обязательно доделаю маникюр модели так я уже живу на вашей страничке отлично эфир ваш в одно и то же время да у нас будни в будние дни в 17 00 эфир всегда вот на этом аккаунте после праймера может сходить все покрытие пластом да может если мы нанесли очень толстый слой наносим праймер всегда полусухой кисточкой вот сделали наш первый пальчик базы и убираем в лампу так тоже живу жизнью страницы это приятно и девочки значит вам нравится все что мы делаем здесь создаем а еще хочу вас пригласить те кто находится в москве на наш нейл завтрак который пройдет уже 18 марта в 10 утра мы встретимся с вами в кафешке и будем обсуждать насущные проблемы вопросы все что вас тревожит так что все кто в москве присоединяйтесь к нам и записывайтесь конечно в директ чтобы мы понимали какое количество людей будет подскажите база универсальная подходит для геля да с этой базы можно сделать подложку для гелевой системы так какой ваш любимый дизайн маникюра который вы делали вы знаете я люблю все дизайны мира ну вот самое любимое это наверное что же что же вообще я сама люблю минимализм но в то же время люблю рисовать и мультяшки знаете по настроению когда-то могу мне понравится просто одна тоненькая веточка а когда-то там пейзаж нарисовать на ногте все по настроению сколько минут сушиться должен праймер на воздухе до одной минутки в принципе вы пока наносите на одной ручке на второй он у вас уже достаточно высох высох переворачиваем так вопросы в апреле завтраки будут да обязательно там будет даже у нас целых 2 наил завтрака поэтому следите за новостями за расписанием так эту ручку тоже убираем в лампу кисточку промывать можно по ходу работы можно конечно очень хорошо промывает наш клинер кисточки вот голубенький что с пальчиками аллергия сухость до сезона сейчас переменная погода а может и не знаю там с какой-нибудь бытовой химией посмотрела какая база вот покажу вам еще раз база экстра ну что вы еще не устали смотреть эфир все хорошо все вам видно все нравится а можно ли кислотный праймер наносить но вы знаете кислотный на самом деле уже не так востребовано без кислотного вполне достаточно и для гелевой системы и для гель лаковой какой базы покрывать очень тонкие ногти можно брать эту же экстра стронг и есть еще база у нас ревитейл она тоже такая достаточно крепкая либо еще каучуковая база у нее такая самая сильная сцепка с ногтевой пластиной на тонкие слабые подходят и на влажные мне вот этот роман подсказывает и на влажную ногтевую пластинку да так переворачиваем пальчик не устали отлично нет все супер плохо видно мешают комментарии сейчас чуть-чуть сдвину пальчик покажите что поинтереснее это что например это что например покажите помаду так чуть-чуть вот сюда вот мы выровняли наш пальчик и сушим его слушаем 30 секунд как вам база 7091 от нео мне кажется очень похожа на стронг нет она больше похожа на каучуковую базу и подходит для тех мастеров кто вот быстро выравнивает то есть то есть с ней долго возиться не нужно так вот наши ноготки покрытые базой правильно ли я понимаю что нужно делать подложку под базу экстра нет она носится отлично без подложки подложку я наносила тонким слоем и сразу же на непросушенную выкладывала каплю может вот эта подложка вы имеете ввиду вот под камуфлирующие базы подложку лучше использовать так как там более такие плотные пигменты про подготовку ногтевой пластины под базу экстра мы зашлифовали ноготки обезжирили я прошла с дегидратором затем нанесла бескислотный праймер и все можно покрывать получила посылочку гель лаки секси ред и бейконик цвета огни еще очень интересная консистенция да секси ред вообще мой любимчик мы его использовали на чемпионатах и вообще им можно покрывать в один слой у некоторых клиентов откалываются уголки после базы экстра откалываются уголки может там совсем тоненькая ногтевая пластина тряпочки которые там уже спасет акригель возможно либо там нужно создавать уже такой свободный край ситуации разные либо какое-то ну вот механическое действие клиенты делают что вот у них откалываются уголки может им форму просто нужно сменить если острый квадрат то конечно может скалываться так сейчас покажу вам цвет это цвет из новой коллекции блуми муд вот такой очень красивый персиковый в одной клиентке после использования базы экстра и топа хард на четвертый день были трещины возможно возможно она правда неправильно не знаю пользуется ногтями и делает не знаю что там чистит сковородки или может какое-то воздействие идет может на клавиатуре она не знаю сильно ногтями печатает на самом деле много причин может быть так приезжайте в владивосток ух приезжайте в москву извините увлеклась отвлеклась вы снимали липкий слой базы нет в принципе это ну не имеет никакой разницы удобно и так и так наносить пробовала по-разному и разницы честно особо не заметила гель лак такой плотный он распределяется хорошо и по липкости вкусный цвет да хотя говорит очень бережно относилась к ногтям попробуйте каучуковую базу может правда у нее слишком такие свои мягкие ноготки и экстра стронг для нее более жесткая попробуйте каучуковую там сцепка лучше она такая более гибкая пластичная цвет похож на juicy abricot да похож тема аппарат маникюр да здрасте какой фирмы гель лак у нас все материалы фирмы неонейл но я не знаю я что завязываю я устанавливаю но я не знаю я я я я тема аппаратный маникюр да какая фирма гирваков вам больше всего нравится конечно же не он и 100 за вопросы так ставим ручку в лампу конечно же на утрой акриловые а потом да лучше используйте акрил гель чтобы не смешивать он намного удобнее пластичный его можно выровнять и нанести вообще без опила роману надо вручить медаль за спасение погибавших чтобы мы без него через роман вам медаль передаю смотрите чтобы не намешивать вам базу с акрилом потом это все сошкребать вот отличная удобная мягкая консистенция без каких-либо крупинок пишут в любой из новой коллекции очень клевый похож на 48 27 до чем-то похожи но оттенки все-таки имеют отличие очень это заметно какой кистью пройтешься под покрытие подкутил 50 кисточка я ее уже показывала сейчас еще раз покажу кстати если ваши ручки загорелые либо у вас либо ваших клиентов вот цвет к которым сейчас пользуется екатерина очень крутой то есть меня напоминает чем-то коралловый оттенок но он более теплый и пастельный что очень мне кажется будет выигрышно смотреться на смуглых и загорелых пальчиках ну то есть на ручках вот кисточка 50 ей прокрашивать под кутикулы там держите вот the french pink он такой полупрозрачный немножечко все успели он тогда дальше наносим акрил гели вообще у нас представленный в пяти разных цветах поэтому вы найдете для себя любимчика и под любой цвет кожи оттеночек заметьте как этот цвет самовыравнивается он хоть и плотный хоть и такой пастельный до белесые оттенки их редко кто любит но в нанели они очень классные по консистенции в нанесении просто работают сами просто его направляете красиво и вкусненько да согласна так быстро получается у тебя идеальная форма ногтей я всегда хотел такую форму ногтей квадрат девочки еще хочу вам сообщить сообщить о том что 23 марта состоится семинар по продукции nail nail если вы в москве то пожалуйста пишите пишите в директ и вы будете действительно удивлены потому что очень много новинок у компании nail nail а также вы сможете действительно узнать много полезной и нужной информации и получить сертификат вот nail nail professional а также сможете пообщаться с нами лично поэтому ждем вас 23 марта понедельник в 1 часов утра напишите в директ и мы вам расскажем как можно стать участником данного мероприятия прикольно попробую технику кистью да попробуйте ей очень удобно прокрашивать как раз под кутикулой там николь пишет 20 23 девочки 23 марта что касается апреля то уже сообщим вам чуть позже скорее всего тоже приблизительно в этих же числах если артикает не уйду пока не планирую да у вас все хорошо выравнивается пока не попался ни один косячный это на самом деле так а их нет ну конечно вы должны соблюдать условия хранения кириллаков безусловно нас кием вот так цвет мы закрываем покрываем глянцем я думаю что мы так давайте мы возьмем матовый топ наш велюр топ под ним весенняя коллекция смотрится вообще просто очень мило да еще и на ощупь очень-очень приятные кто любит матовый топ плюс уйти работа на ней уже лет 5 очень довольны и мои клиенты это вообще прекрасно здрасте в казахстан можно заказать сейчас уточню у нас в казахстан продукцию можно заказать можете зайти на сайт да и заказать сразу доставку свою страну покрываем матовым топом сразу на цвет прикольный цвет красивые ноготочки так так стоимость топа и цветников сейчас я уточню у романа он у нас спец продукции у нас спрашивают цены цветников и топов гульнас цветников и топов спрашивают цветники объемом 7 миллилитров стоит 580 если 15 миллилитров стоит 800 рублей если они начались а топы смотря какой то итак мы покрыли матовым топом он пока вот блестит и сушим в лампе я сушу минутку я раньше матовый топ наносила на хард после выравнивания сейчас на нашу матовый топ с разным цветом да на самом деле он держится отлично а какой топ до вас интересует чтобы мы цену вам точно сказали где сайт ваш сайт просто набираете на онл и он у вас высветится первым вы не печатайте свободный край нет мы не запечатываем свободный край носится все отлично просто во время носки из торца у нас и так уходит весь материал из этого тоже могут быть даже сколы какой лучший глянцевый топ для стойкого покрытия смотрите у нас вот есть два таких глянцевых топа это hard top и shine bright я люблю shine bright за то что он очень очень классно блестит но он может синить на черном у него такая защита от ультрафиолета на черном может дать синеву поэтому можно использовать хард топ или еще драй топ он тоже без липкости но хард топ он более пластичный с ним можно закреплять любые дизайны и кирочки на самом деле лучше иметь несколько топов чтобы каждому клиенту и каждому дизайну найти свой подход вот смотрите девочки какой этот оттеночек в матовом исполнении вот так лучше наверное его оттеночек передастся когда будет эфир по материалам а вы скажите какие материалы вас интересуют и мы подготовим темы все для вас матовый топ с липким слоем да с липким слоем я сняла липкость под нашим клинером и они стали у нас такие матовые приятные какие базы и топы для каких ногтей подходят между собой сочетаются хорошо мы подготовим эфир и еще если вы в москве приходите на ознакомительный семинар 23 марта там роман вам все подробно расскажет про каждую базу и про акрил гели в общем про все все наши материалы сколько будет доставка до санкт-петербурга но 100 мест доставки я не подскажу это все рассчитывается на сайте либо у наших менеджеров это уже уточняйте там так у нас уже время заканчивает батарейка садится девочки спасибо что были нашем эфире надеюсь вам понравился наш аппаратный маникюр далеко от москвы навсегда вы смотрю хорошо тогда мы учтем ваши пожелания и выйдем эфир именно с обзором на материалы очень красиво спасибо красиво получилось все девочки эфир тоже подходит концу все всем еще раз спасибо что были с нами что задавали вопросы все до новых встреч пока пока